Привет! Сегодня я вам расскажу немножечко про моноиды. Про моноиды, про моноиды, про моноидочки мои. Но, разумеется, не всё, а несколько отдельных фактиков, в том числе начиная с введения, что это такое. Вот потом мы рассмотрим простейшие примеры, потом примерчики чуть поинтереснее, ну и в конце немножко прикладухи традиционно. Итак, моноиды. Что же это такое? Некоторые считают, что моноид это категория с единственным объектом. Это те же самые люди, которые считают, что монада это моноид в категории эндофункторов. Другие считают, что моноиды это полугруппа с единицей. Это те же самые люди, которые считают, что группа это моноид с обратным элементом. Как ни странно, все эти люди правы. Но мы рассмотрим моноиды с простейших позиций, как алгебраические структуры через операции на множествах. Итак, моноид называется бинарная операция, которая поддерживает свойства ассоциативности. Что такое ассоциативность написано вот здесь вот в первой строчке. Это значит, что нам все равно, как раскрывать скобки, вычисляя вот такое выражение, соединяющее три элемента множества через две бинарные моноидальные операции. Либо сначала применить бинарную операцию а с b, результат применить операцию с c, либо наоборот. Сначала применить операцию b с c, а потом а применить операцию к результату операции b и c. Также для моноида необходимо существование нейтрального элемента в множестве. Это значит, что бинарная операция для любого элемента из множества с нейтральным элементом возвращает этот элемент. Здесь очень важно, что у нас эта нейтральность элемента должна быть как слева, так и справа, поскольку мы нигде не требуем коммутативности этой бинарной операции. То есть совершенно не требуется, чтобы операция, примененная к аргументам а и b, давала тот же результат, что операция, примененная к аргументам b и а. Есть коммутативные моноиды, есть некоммутативные. Ну и сразу же несколько простейших примеров. Ну, например, операция сложения на действительных числах. Является моноидом, ассоциативность очевидна, нейтральный элемент это 0. Операция умножения тоже является моноидом. Нейтральный элемент единица, ассоциативность тоже очевидна. Рассмотрим пример чуть поинтереснее, не на числах. Например, склейка строк, конкатенация строк. Нейтральный элемент у нас будет пустая строка. Вот, ассоциативность тоже очевидна. Мы получаем строку, склеиваем, склеивая 3, нам все равно в каком порядке. Склеивать первый со второй и результат с третий, либо второй с третий и первый приклеивать к нему в начале. Вот, первые два примера являются обои коммутативные моноиды, третий пример некоммутативного моноида. И также можно придумать очень много примеров, где эти моноиды всплывают в повседневной жизни, скажем так. Далее, у моноидов есть один очень интересный момент, которым часто пользуется. Это свертка структур по моноиду. Я не буду употреблять страшные слова типа катаморфизмы и всякие прочие сложные вещи из теории категорий и абстрактной алгебры. Я буду рассматривать простейшие структурки, упорядоченный список конечного набора элементов. Если у нас есть упорядоченный списочек элементов из нашего множества, x1, x2 и так далее до xn, мы можем свернуть этот список по моноидальной операции. Очевидно, в силу ассоциативности нам все равно, в каком порядке применять эти операции, нам все равно, как расставлять скобки. Это значит, что мы можем записать, то есть просто раскидав значки моноидальных операций между этими подряд идущими элементиками. Вот порядок их имеет значение, если моноид не коммутативный. И в этом случае очевидно, что свертка по моноиду пустого списка, в котором нет элементов, результатом является нейтральный элемент нашего моноида, потому что очевидно, что мы можем в любой список с любым количеством элементиков докинуть любое количество нейтральных элементов, потому что наличие нейтральных элементов не изменит результат. И, соответственно, свертка пустого списка мы можем, во-первых, постулировать, что она является нейтральным элементом, А во-вторых, это полностью согласуется с тем, что докинув список сколь угодно нейтральных элементов, применив к ним эти бинарные операции, моноидальные, мы получим нейтральные элементы на выходе свертка пустого списка как нейтральный элемент. Итак, перейдем к следующим примерчикам, чуть поинтересней. Операция минимум, бинарная, заданная на некотором множестве. Она очевидно ассоциативна, то есть если у нас есть три элемента, нам все равно в каком порядке из них считать минимальный элемент. Поэтому операция минимум является ассоциативной, но является ли она моноидом? Для этого мы рассмотрим, что и выполняется ли условие, что для любого элемента нашего множества, для любого А, у нас будет существовать один и тот же элемент Е, такой, что операция минимум ассоциативной, будет давать нам нашу ашку. Если наше множество имеет максимальный элемент, то, разумеется, в качестве нейтрального элемента можно взять этот максимальный элемент нашего множества. Но, например, если мы рассматриваем операцию минимум на множестве всех действительных чисел, будет ли она являться моноидом? И можно ли что-то сделать, чтобы операция минимум на множестве действительных чисел являлась моноидом? Сейчас желающие могут поставить видео на паузу и немножко подумать. Оп. Ну, а для остальных продолжаем. Мы расширим наше множество, добавив в него специальный элемент. Я его здесь обозначил как плюс бесконечность. Это не важно, как обозначать этот элемент, мы могли бы назвать его любой буквой, любым символом. То есть мы расширяем, что наше множество теперь не только состоит из всех действительных чисел, а все действительные числа, плюс некий дополнительный элемент. И нам придется постулировать поведение нашей бинарной операции минимума на элементах нашего нового множества. И мы говорим, что на числах он будет действовать как обычный минимум на числах. На вот этом нейтральном элементе, который мы добавили, плюс бесконечность бинарная операция будет давать сам же этот нейтральный элемент. И также мы постулируем, что эта бинарная операция на любом числе и этом нашем добавленном элементе будет давать наше число. Соответственно, все условия, все свойства моноида выполняются. И таким образом, на таком расширенном множестве операция минимум будет являться моноидом. Ну и как следствие, свертка по этому моноида пустого списка будет равна плюс бесконечности. То есть такой некий казусный факт, что операция минимум, свертка по минимуму пустого списка будет давать плюс бесконечность. Теперь следующий примерчик еще поинтересней. Операция меньше. Как видите, это вообще не является операцией, замкнутой на множестве. То есть это бинарный предикат. У нас могут быть элементы этой операции значением любого множества, которое позволяет сравнение на больше и меньше, но результат этой операции это болевое значение, это true или false. Можем ли мы операцию меньше считать моноидом или что-либо сделать, чтобы в каком-то смысле операция меньше являлась моноидом? Здесь опять желающие могут подумать, а для остальных продолжаем. Мы расширим наше исходное множество, даже не расширим, мы сделаем отображение нашего исходного множества на новое множество. Следующим образом, это наше новое множество будет содержать в своем составе следующие элементы. Все упорядоченные пары из элементов нашего исходного множества и два дополнительных элемента, назовем их empty и fail условно. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно определить правило отображения нашего исходного множества на новое множество. Для любого а из нашего исходного множества, который мы можем проверять на бинарной операции больше или меньше, мы сделаем следующее отображение, что любое а переходит в упорядоченную пару а-а. Отлично. В качестве нейтрального элемента мы выберем наш добавленный элемент empty, нового получившегося множества. Соответственно, со всеми свойствами нейтрального элемента. Что на новом множестве для любых других элементов, либо упорядоченной пары а и b, либо fail, моноидальная операция с empty будет давать свой второй аргумент. Также мы постулируем, аксиоматически зададим поведение элемента множества нашего fail на любых других элементах нашего множества. Скажем так, что для любого а, принадлежащего m, это либо пара, либо empty, либо fail, как мы видим, ее моноидальная операция с fail, слева или справа, будет давать fail. И здесь я подписал, чтобы вы обратили внимание, что при таком задании множества m, у нас дополнительные элементы empty и fail не конфликтуют. Действительно, давайте посмотрим. Если мы в качестве a возьмем empty, моноидальная операция любого значения с fail будет давать fail, а поскольку empty является нейтральным элементом нашего моноида по определению, значит моноидальная операция нейтрального элемента с fail также будет давать fail. То есть все соответствует. Пока никаких противоречий нет. Теперь результат моноидальной операции на нашем множестве, если мы будем пытаться применять моноидальную операцию к упорядоченным парам. Ну возьмем, например, пары AB и CD. И мы постулируем следующее, что моноидальные операции, обобщенные меньше, на двух парах AB и CD, у нас равна новой паре AD, то есть первый элемент из первой пары и второй элемент из второй пары, если B меньше C, либо fail, если иначе. Таким образом получается, что мы определили, во-первых, отображение нашего исходного множества в новое множество, на котором мы уже задаем обобщенную операцию меньше, как именно бинарную операцию, замкнутую на нашем новом множестве M. Что результаты этой нашей обобщенной операции меньше, бинарной на новом множестве, будут также принадлежать этому множеству. Соответственно, легко показать, что эта операция, обобщенная при таком расширении нашего множества, при таком отображении нашего множества и при таких правилах, она будет являться моноидом. У нее есть нейтральный элемент, и она также ассоциативна, и она удовлетворяет всем аксиомам маноида, всем требованиям. А теперь, чтобы получить как бы обратное преобразование из нашего отображенного множества в булевское значение, мы поступим простейшим образом. Что если результат в нашем множестве m является значением fail, то переводится это в булевское значение false, ложь. Иначе все остальное переводится в булевское значение true, истина. Получается, что сворачивая таким образом любое количество, ну по списку, как мы предварительно говорили, да, любое количество упорядоченного набора элементиков, мы получаем либо false, либо true. А смысл за этим стоит следующий. Что такое свертка по маноиду меньше упорядоченного набора чисел? Это проверка, являются ли они расположены строго по возрастанию. Например, здесь покажу, да. Вот, то есть расположены ли элементики x1, x2 и так далее, xn строго по возрастанию. Как мы это проверяем? Мы производим отображение этих элементиков на наше новое множество m в виде парочек x1, x1, x2, x2 и так далее. И сворачиваем их по нашей обобщенной операции меньше. Получаем результат на множестве m и переводим его обратно в булево. Ну а теперь обещанная прикладуха. Как бы зачем нужны эти, казалось бы, далекие от практической деятельности конструкции, алгебраические структурки, моноиды и так далее. Очень много обоснований для того, зачем они нужны, но одно из них могу привести вот прямо сразу. Очевидно, что вот эта свертка по моноидальной операции любого конечного набора элементов, она тривиальным образом параллелится. Что я имею в виду? Мы можем разбить вот этот наш наборчик элементов x1, x2, xn на сколько угодно групп, на несколько групп. И сворачивать эти группы моноидальной каждую по отдельности. Получать свои результаты. А потом в том же порядке, в котором мы разбивали эти нагруппы, моноидально свернуть результаты. И получившийся результат будет точно такой же, как если мы бы сворачивали их подряд, как сами элементики. Из этого следует очень важное практическое применение данных алгоритмов. Последние десятилетия компьютеры развивались так сильно, что фактически скорость обработки информации удваивалась каждое определенное количество времени. Но с недавних пор мы уперлись в потолок в этом плане. И бесконечно наращивать мощности и производительности скорости железа компьютерного уже нельзя. Мы достигли уже пределов физических ограничений. Поэтому важное значение появляется у тех алгоритмов, которые позволяют распараллеливание. Как говорил Мюллер, что если собрать вместе 9 беременных женщин, ребенок все равно не родится через месяц. В компьютерных вычислениях такое не всегда верно. А часть алгоритмов позволяет распараллелить их на 9 машин и получить результат в 9 раз быстрее, потому что каждая из машин будет делать свою работу. И свертка по моноидальным операциям именно является как раз ярким примером таких вещей, что мы можем разбить наш исходный длинный-длинный списочек на 9 кусков, отдать каждый кусок своей машине, получить 9 результатов, свернуть их также по моноидальной операции и получить результат в 9 раз быстрее. Ну и, опускаясь к приземленным примерам, например, всем понятно, что если нужно посчитать сумму элементов массива, мы, разумеется, можем разбить этот массив на 9 кусочков, отдать ее 9 компьютерам, каждый компьютер посчитает свою часть суммы, потом мы сложим эти 9 результатов. А вот, например, если стоит задача проверить, является ли этот массив, все его элементы, каждый следующий строго больше предыдущего, то есть расположенный по строгому возрастанию, тут нужно было немножко подумать, ага, параллелится ли эта задача, как разбивать массив, с перекрытием, не с перекрытием. Но вот таким хитрым путем, приведя эту операцию к моноиду, мы автоматически обеспечили распараллеливание с этого алгоритма. Так что моноиды нужны, важны и широко применимы. Все, спасибо! Спасибо!